йога и с вами шумики мы продолжаем ради тюру по названием мэрбит д сэрэн околистис околистис короче здесь лежит какой-то новый враг с кинжалами я фиг знает кто это так перемещение задания ужасные обучение что там но вам ничего не учат история метод предметы основные грибы кровоточащий гриб из нас нужно в слизи кровоточащих гриба содержится большинство количество токсинов которые сильно заражают кровь если покрыть этой слизью оружие и нанести даже небольшое ранение противнику он может истечь крови позволяет добавить оружие эффект кровотечения короче да это типа смазки на оружие предметы банка червей с тех пор как море соли осталось без рыбы червяков перестали использовать в качестве приманки теперь их едят эти из извивающиеся мальцы позвала пованиваясь зато в них много белка и проклятые жители деревни полюбляет эти нехитрое блюдо смотрите все таки это квестовые предметы я черви отдала рыбаку значит дневник нужно отдать этой девчур которая стояла и ждала мужа вот она что оказывается так ну по оружию у нас с вами принципе ничего нового а это мы читали арбалет мы тоже читали друзья да будет проклято долгохар уже 84 дня как не могу найти хорошие так были времена когда дам сможет принести банку если я потому что то есть здесь просто диалог сохраняется грешник калии вообще известно что вульгус калия управляя своими сумрачными послужниками воздействует на их разум поэтому не удивительно что первыми жертвами черного тумана стали психически не равновешенные а также и жестокие преступники убийцы насильники если сумасшедшие чей разум захватил тьма оказывается недостаточно плохим на гореликий пожиратель заставлял их питаться исключительно мохом безумцев под влиянием тьмы и отвратительного паразита грешники калии получили силы не снившиеся простым смертным кнута кнута рой у кнута рая есть длинный на напоминающий кнут отросток с помощью которого тварь охотиться хлеща жертву с огромной силы первой формы которая принять принимается земная спора после длительного состояния покоя обычно оказывается одну кнута рой или костерой обе мутации не требует много ресурсов и пищи так мы уже почти этих всех и изучили проклятый из соли а то есть у нас будет старой морнии так грустные противники ясно папа тихо а это из начала пути я должен добыл туда пойти сейчас мы это исправим электрогреб туда попозже пойдем там пиявки я вижу сейчас здесь я бежим блин вот говорю была бы карта было бы немного получше место интересно тут не ловушек ничего нет они спиздел великая руна нищера себе сказал я себе когда атаковала меня эта тварь так умирает он с двух тычек враги черепа демон частично бесплодное существо близкой к йорта эльской тьме укрывается в черепах мертвого зверя как в раковинах дема находится большой череп в некоторых случаях предотвратительно убив его владельца используя его как к внешний скелет способен создавать вокруг себя сферы порчевые крови которая дополнительно защищать его хрупкое тело черепа демона движется быстро и непредсказуемым поэтому представляет серьезную опасность даже для опытных воинов это да это в натуре так медитация пещера одиночества так это значит сокращение только с той стороны вот говорю видите нету карты никакой поэтому прогресс какой-то степени может посмотреть не можем поможет мне нужно просто черепа уничтожать чтобы и демоны не возрождались черепов ну типа разве не логично да мелких лучше вообще не атаковать хотя он может отсюда возродить это демон то есть хоть так и так нужно два удара по ним почему здесь враги сильнее малый рун на панике кровотечение 20 процентов как мне использовать их выбрать вот видите здесь есть количество рун в каждом а прикрепить к предмету вон написано все давайте самое такое нормальное так ну блин не знаю вот большая руна ну ладно пускай пока штат попробуем так хорошо эффект какой-то есть прибавился давайте тогда я уже доставлю руны такие на холод у них 2 пускай так здесь где-то должно быть сокращение пути у меня так если эти грибы буду ломать нет типа яд знаете эффект яда допустим блин вот то что у меня постоянно маны нету я лучше стамину про качалки на самом деле не так как хп мне не так уж надо на самом деле а стаминку бы я вкачал стаминку я бы вкачал то что если я буду дальше использовать большие мечи мне нужно было больше стамин и надежный дробовик найден надежный дробовик легендарное оружие adibus громби за свою жизнь успел создать несколько мощных руль рушей и он приходилось постоянно защищается от воров в основном это были хитрые конкуренты пытавшись украсть ценные чертежи многие годы adibus удавалось хранить этой тайне пока он не встретил свой безвременный конец в пьяные драки во дворе любимой таверны вскоре после его смерти знаменитые чертежи были украдены и быстро распространились по всей мордии была только одна проблема тщательно записанное указанное по изготовлению оружие не давали ожидаемых результатов никто не смог достичь того превосходного качества казалось на это было спасом только руки умершего adibus громби сегодня оружие громби редкое и очень вас востребованное оружие они остаются лучшими во всей мордии слушайте я думаю что если ой так черепундель там так а если бы сюда пошел что здесь у нас было но здесь закрыто до вправо ай ай ладно лучше так в том что мне нужно вспоминать карту куда бежать куда идти куда бежать у нас так пока еще не сохранился по сути такой же до 12 12 12 00 ну вот в принципе такой же обычный ой это плохо они они могут селиться эти твари куда лететь они знают куда лететь так ладно иди в 40 я не знаю у меня три часа пути через низ через центр и через верх ай вот а а и а и 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 ко PM я мог я могу пойти сохранить а это я понял то есть в итоге я Dani приятно пришел до это тут то рогатый этот был они Это там, где я убежал? Да, это где демон этот, рогатый. Короче, я так подумал, давайте я, наверное, сейчас стопнусь обратным. Вон, потому что я смотрю, он сидит в камнях. Переместиться. Давайте. А, подожди, это, блядь, пещеры. Сук, мне теперь заново бежать туда. Ладно, не беда. Главное, что оно мне телепортирует не к тому месту, которое надо, а к началу уровня. Вот видите, оно меня телепортирует не туда, куда надо даже. Так, сейчас отдадим дневник. Это книга, это журнал. Можно мне? В глубине души я знал, что Ларша больше нет, но не могла заставить себя поверить в это. Прибыв в Йортелли, я увидел это ужасное бедствие. Но у меня была надежда, что Ларш еще не вернулся из очередного длительного плавания. Я и болезнь его не покоснулась. Теперь я знаю, что ему не удалось спастись. И знаю, что с ним стало. Вы нашли его и дали ему желанный покой. Благодарю вас. Ларш тоже был бы вам благодарен. Теперь и я обрела покой, поэтому тосковать больше нельзя. Ого, то есть это был призрак? То был призрак? Нихера себе. Ну, оно типа поджигает врагов. Стопа, где мой меч? А вот он, фу, блядь. Я уже испугался. Подумал, куда моя крошка делась? Так, теперь вопрос, где мой телепорт? А где мой телепорт, блядь? Знаете, на самом деле это вообще нихера не круто. То, что мне приходится заново пробегать ту или индуклу локацию. О, у меня и этот упал. Или он наоборот должен повышаться. О, сундук. Ладно, заберу это. Зонки восстанавливаются, получается? Блин, видите, но он не около камней сохраняется. Это плохо. В смысле? То есть, чем я дальше телепортируюсь? А-а-а-а, прикольно. Мне заново бежать в пещеру. Мне заново все это бежать, ребят. Короче, ждите, пока я прибегу в пещеры обратно. Но я смотрю, сундуки все тоже восстанавливаются. То есть, я могу вещи постоянно фармить. Оказывается, нету, да, только можно как-то так попасть. А, вот где был проход. Понятненько. Малая руна. Так, ну я, в принципе, к пещерам прибежал уже. Заново с тобой драться. Странно, что он дружелюбный. О, не дружелюбный. А, так он только по выносливости бьет. Может, мне наоборот нужно это повышать, успокаивающую капсулу? Ну, я просто думаю, навряд ли у меня вот это успокоение идет вверх. Так, ладно. Пещеры, пещеры. Ну, я смотрю, они меня не трогают, демоны идти. А, так они дружелюбные. Так я могу их вообще не атаковать. Походу, они только меня атакуют, когда я их атакую. Не знаю, но у меня уже их восемь, а потратить некуда. Поэтому я на самом деле фиг знает. Куда их тратить? Для чего? Так, подожди, мне нужно тогда сохраниться около этого камешка. Ага. Ага. Энергии нету. Ну, типа ее мало. Ай. Вот, видите, снова фармичей. Фармичей. Если бы их еще можно было бы продавать. Фармичей. 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 Ну, знаете, вот кажется... Фармичей. Любим. на праздник на празднованиях дробовики легендарное оружие так это мы читали а подожди 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 друзья тоскучая вдова в глубине души я знала что лорша больше нет не могу проверить наше ужасные лиц и теперь я знаю что ему тоскучая вода вдова вдова так тогда давайте кидывать повторным вещам думаю да да или нет меч дебро ну типа зачем я одно и то же так ведь типа в две руки их не поставишь пока что игра довольно легкая просто уворачивайся отходил ворачивайся и все блин и давайте мы уж попробуем а все-таки это здравомыслие есть все я полностью восстановил здравомыслие ну ладно оказывается это нужно было чтоб она была заполнена начата как правильно подумал ну как мне уровень понимать ой мне уже восемь очков о коменте обра на из хилка которую мы вообще почти не используем то что мы на каши сидим о там что то есть походу это первый босс лорд слепой владыка одиночества тихо выносливо ждем а чурок а а а а а а Ну, допустим Ну, здесь, короче, просто давать, чтобы он атаковал у ворот Так, юзаем кашу А, найс Лорд слепой, владыка одиночества Как тебе, когда ты не можешь ничего сделать? Не, ну враг очень сильный, на самом деле Много хп Ну, это типа босс Первый Ладно, давайте дадим Не, у него такие же атаки Ох Это ясность ума Моя жизнь угасает Вернитесь ко мне Исполните свой долг Стремящийся Прикончи меня Забери мою плоть Чтобы я не возродился Я страдал достаточно Послушник убит Послушник убит В смысле? В смысле? Окей, освободим В смысле? Ну что, ну что, настолько здоровый Этот меч Сколько он места занимает? Шампер лорна Да он херовый Вы взрываетесь Так он еще место сколько занимает? А, ну он быстрый Хотя да, он быстрый Ну блин Это просто легкий меч Было бы место Куда бы сбагрить Я бы сбагрил Ау Так, ну ладно Здесь я уже буду Буду ждать Когда это, наверное Ну вы видели, типа, бах Как его О, ёбной Он просто на одном месте стоял У меня дергался Хе, босс Ну и босс Оу Харчик Это че? Ну я не Вау Вау Нихера себе Считай целый босс, бля Ага Готово Трупный король Добавлен Можно Развеять пятна крови Хотя они, блядь, и там лежат Спасибо Очиститель урон Подожди, это еще один огнестрел Короткоствольный дробовик Короткоствольный дробовик Легендарное оружие Арбиус Гром За свою жизнь Успел создать Несколько мощных оружий Так, многие годы Они бы заболел Хранители Татани Пока Бл-бл-бл Никто не смогли Стич Надежный дробовик Личное оружие А что мне дали? С помощью очиститель урон Можно полностью очистить оружие Как говорится в старой Йоретской Присказке Позы заполни И не бойся Рун очистителем Омойся Удалять все руны С оружия Ну блин Мне все оружие Не нужно удалять Надежный дробовик А тогда что у нас было? Надежный дробовик Тоже, да? Легендарное оружие Многих годов Оказывается У нас не только Три вида огнестрела Блин, почему он куда-то улетает? Так, хорошо Разбиваю Малящие статуи Вы можете получить Благословение Найденном благословением Благословение Целителя Благословение Стойкости Благословение Восстановления Так Святыни позволяют Выбирать И улучшать Благословение Используйте очки Навыка Чтобы улучшить Благословение Уровень Здравомыслия Вляет на наносимый И получаемый урон На опыт На опыт И на количество Призраков С которыми Вы столкнетесь С призраками Ау Нихера Это он походу Мне уничтожает Так быстренько Отстань Старик Вместе со мной Передвигается Как я посмотрю Перемещение Почему только Побережье Алло А я тупой Побережье соли И здесь Выбирать Я который Бежал всю карту Так Ладно Обучение Что тут Новенького У нас Шкала Святыни Очки Навыка История Мира Орден Диаброма Когда Гахара Завоевали Морнию Группа Хорошо подготовленных Мятежников Сумела Уплыть С разоренного Материка Они Минимали Предательский Быстр Быстр Ринны Соли И направлялись К необитаемому Острову Дибром Беглицы Поселились На острове И основали Орден Димброма Миссия ордена Была подготовка Достойных Воинов Которая смогла Вернуть В Морнию И победить Гахаров Эти вонесали Известные Как стремящимся Поскольку Они стремились Освободить Морнию В последующие Десятилетия Многие Перспективные Стремлящие Пытались Бросить Вызов Злым Повелителям Но Никто Не Преуспел Кто-то Погиб Кто-то Сошел С ума Кто-то Примыкнул К врагам Но Никто Не победил После Нескольких Неудачных Попыток Одолеть Гахаров Злых Божествами Надоели Жалки 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 Но Упорные Мятежники На остров Напали Враги И Орден Деброма Пал Тем не менее Кому удалось Бежать Погибли Корабли Крушений У побережья Соли В результате Никто Не выжил Казалось Надежды Уже Не осталось Так было До тех пор Пока Море Окрашенное Красной Кровью Стремящимся Не явило Свету Единственного Выжившего Последователя Стремящегося Деброма Это Нас имеет Ввиду Грибы Оружие Мечи Шампир Лорна Шампир Обычно Используется Морскими Солей Эти Мечи Ковались Специально Для защиты От пиратов Поэтому С ними Легко Управлять А лезвие Очень хорошо Уравновешено Мечи Изготовляют Из металла Неизвестного Сплава От Полирована До такой Степени Что Солнечные Блики На них Часто Осклепляли Врага Так У меня Новый Орне Стрел Появился Или Там Типа Разновидности Есть Просто Оружие Тех Или Иных Враги Трупный Король Трупный Король Очень похож На Крысиного Короля Группа Спустившийся Хвостами Крыс Это Огромная Куча Трупов Тело Нежити Стремлят Внутри Ностями И делят Между собой Кровь И Межклеточную Жидкость Трупные Короли Чаще Встречаются В местах Где Свежие Мертвецы В Изобилии Полуживые Эти Эти Бесформенные Волшебно Разные Комки Плоти И Плазмы Семя Гахаров Они Неразумны И не могут Даже Передвигаться Но их Аура Способна Отбирать Здромысли Существенно И Существенно Вредить Непосредственно Окружению Несмотря На Названий Из Гахарского Семени Никто Вырастить Не сможет Эта слизь Просто Расползлась По земле И Распространяет Неисчерпаемое Влияние Своих Хозяев Лорд Слепой Владыка Одиночества Лорд Любимый Некогда Был Нравителем Горных Моряков Соли Его Почитали И любили На Своем Роскошном Судне Солнце Море Он Часто Устраивал Роскошные Пиры Для команды И матросы Любили его Как за Такую Щедрость Но Когда Пришли Гахары Лорд Трусливо Сбежал Оставив Команду Он Искал Убежище В ордене Диброма И его Впустили Вскоре Лорда Отправили Обрата На Материк Как Одного Из Первых Стремящихся Чтобы Сразиться С Гахарами Однако Долг Гахар Погиб Богиня Печали Решила Наказать Лорна За Трусость И Показать Превосходство Гахаров В Назидании Остальным Она Обманом Заставила Лорна Стать Ее Послушником После Чего Вырвала Ему Глаза И Заключила Вечную Тьму В Пещерах Одиночества Прошли Десятки Лет И Лорн Начал Сходить С ума Его Некогда Красивое Тело Начало Горбиться И Иссыхать Тьма Одиночества И Истощение Разрушили Тело И разум Лорна Излобившись И Отчаявшись Лорн Поклялся Забрать Лоза Любого Актус Случайно Или Намеренно Пересечет Его Владение Но Первого Лорда Мы Одолели Поэтому Ребятки Давайте Мы На этом С вами Ладно Давайте Прокачку Посмотрим Благословение Повышает Камни Здоровье С помощью Камни Дипрома Повышает Максимальное Здоровье Вынослив Устанавливаться Быстрее Подожди А смысл Ааа То есть Хилка Улучшена У нас А сколько Всего Могу Их Ставить Восстановление Вынослив Подожди А что значит Количество Вот этих Точек Типа За каждую Смерть А я Могу Улучшить Подожди А почему Я не могу Улучшить А ну-ка Ну в принципе Нормально Слушайте Ладно Давайте тогда На этом Мы с вами Закончим Поэтому Всем спасибо За просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь На канал Комментируйте Всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok